привет ребята все так же мы в той же самой с вами ситуации когда везем грузик для правительства наса с базы наса значит какие-то там у нас ящики возможно с оборудованием возможно пустые не знаю я легкие значит сейчас нахожусь в техасе небольшой город абсолютно никакого у него значения нет называется джанкшен джанкшен в переводе это пересечение как перекресток значит остановился буду сейчас обедать иду разогревать суп первый раз купил этот суп такой значит разогрею и хочу вам показать что это из этого получится так господа значит я сходил набрал не набрал разогрел свой суп разогрел свой суп и сейчас значит вот он суп стоит я чуть позже покажу на сейчас я буду паштет у меня такой куриный а и для тех кто возможно смотрит меня впервые а таких бывает у нас много друзей значит ребята я нахожусь сейчас в рейсе в рейс у меня длинным я еду из штата луизиана в калифорнию на военную базу там меня перегружают и возвращаются обратно так как рейс длинный я решил поделить его на несколько частей вот и вот сегодня у меня получается вторая часть я только еду в сторону сан-диего калифорния нахожусь в штате техас второй день как говорится в транзите вот и серия у меня начинается с перекуса просят романтику вот показывают дальнобойную романтику значит вот к супчику мы решили сделать бутерброды с паштетом такой вот вкусный свинной паштет ну визуально он очень вкусно не знаю как будет на самом деле мы это дело все намажем и будем кушать кстати в америке ребята паштет это наверное я именно американские я кушаю буду есть впервые я вам честно скажу я ел в америке паштет но из русского магазина то есть в америке есть русские магазины и там можно купить паштеты но так как у меня в моем городе page этот магазин находится далеко реально далеко чтобы съездить в магазин надо час почти 45 миль это больше 60 километров представляете в магазин туда и а потом обратно короче но это очень далеко у меня купил в америке паштет но по запаху это же чувство очень вкусный еще такие вот у меня бутерброды чабата хлеб и сейчас сверху еще сыра полу положу вот сегодня по одному кусочку сыра так а то такими темпами намного нам надолго нам не хватит и так смотрим что же у нас там по супу получилось значит суп куриный с макаронами называется чекен но долг что-то у нас бульон я хорошенечко очень разогрел у нас макарошки на самом деле курицы там и я болтал на заправке блин вот видите да даже курица не попадается на самом деле и мне попалась там кусочка 2 наверное когда я крутил вон она видите вон маленькая маленькая короче ну что вы хотите от супа который стоит даже 2 долларов по моему полтора доллара стоит ну как бы за полтора доллара супчик такой бульон макароны и там пару кусочков курицы ну нормально но горячее жидкое надо кушать а другого нету понимаете вот что есть то есть поэтому вот так вот поэтому суп бутерброды такой меня перекус был очень хороший завтрак у меня сегодня вот нормально так что все приятного аппетита и после обеда выдвигаемся дальше вот так друзья выглядит юго-западная часть техаса пообедали супчиком проехал я вот часик и смотрю что солнышко подбирается уже сегодняшнему своему логическому завершению значит только недавно проехал километровый столбик 350 что значит это вообще майл маркер считается то есть в россии в снг странах там километровые столбы в америке здесь столбы обозначающие мили так вот 350 миль до границы штата это значит где-то 550 километров а сам по себе техас с запада на восток почти 1600 километров представьте себе насколько он огромен итак до ночной стоянки сегодня осталось мне где-то часа полтора сегодня ехать уже я приеду будет затемно возможно остановился бы чуть чуть пораньше но к сожалению здесь а может к сожалению может к радости не знаю но в общем в западной части америки уже здесь стоянок не настолько много и они не настолько скажем так часто встречаются как в восточной части америки вот поэтому я двигаюсь туда где я смогу заправиться по хорошей скидке где смогу принять душ и где будет должно быть достаточно много места чтобы припарковаться такими вот критериями я руководствуюсь когда выбираю ночную стоянку критерия 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, это еще на разок оставляем Все, теперь вот так вот аккуратненько все это мы дело перемешиваем Друзья Не передать вам овсяная каша на молоке Субтитры сделал DimaTorzok Просто бомбически Если вы думали, что это все, то нет, ребята После того, как я безжалостно расправился с этой вкуснейшей молочной овсяной кашей Мы приступаем дальше К обзору нашей бытовой жизни Достаем хлебушек Вернее, вообще это чабата Чабата Чабата, чабата Достаем наш ножичек Щердик, кердик И теперь достаем наш вкуснейший паштет Реально вкуснейший, потому что я уже его вчера опробовал Просто объедение Вот так вот это дело разматываем Берем вот по такой вот шайбочке Что-то я так неэкономно ем, ребята, что у меня этот Скоро закончится всего лишь Я закупился два дня назад, то я уже половину все съел Так, наверное, сегодня будем без этого Без Без Индейки, потому что что-то зажирно будет паштет Сверху индейка Правильно, ребята? Хлеб с маслом и слава богу, да? Значит, вот так вот мы Забодяжили, значит, нашего паштетика Где-то были мои салфетки, надо найти Пока что сюда покладем А вот сыр, я вот очень хочу сегодня сыр Отпробовать Отведать сырочку Открыли наш сырок И опять же Таким же безжалостным методом По кусочку вот так вот Положили на бутербродик Это я сейчас все приберу Открываем наш Прекрасный Кофе И с довольной рожей Начинаем все это дело поглощать Все, завтрак заканчиваем И выдвигаемся Пора уже ехать А то я стою, как этот здесь Как птица в лесу В общем, я сейчас нахожусь в городе Форт Стоктон Штат Техас Все, перепроверю, чтобы я не ошибался Значит, это один уже Из таких самых маленьких городочков У меня следующий будет Эль-Пасо Сегодня у нас все Форт Стоктон, да Здесь, ребят, вот город Все, в округе там, не знаю Пятьсот километров Но вообще ничего нет Как бы Кусты Песок Камни Разруха На самом деле разруха Если взглянуть С дрона Ну, так здесь такой Тихий ужас на самом деле Жить, конечно, можно Но делать здесь абсолютно нечего Абсолютно Абсолютно Нечего Значит, после завтрака Остановился я еще Заправился Ну, как остановился Я уже здесь был Просто перед выездом Я заправился Потому что здесь Уже Самая дешевая солярка Последнее место Где можно заправиться Самой дешевой соляркой Причем вчера вечером Она была на 4 цента Дешевле, чем сегодня утром Не знаю Почему так сложилось Ну, когда заправляешь Там 200 галлонов И по 4 цента С каждого галлона Ну, там 8 долларов Да, ну Скажем так На пустом месте Ты мог бы там Булочку с кофе Себе купить Кажется 4 центра На самом деле В сумме Это много Ну, да ладно Значит, выезжаем Сегодня по плану Доехать до Туссона Штат Аризона Это 550 миль 900 километров В принципе, немного Но Не знаю Я думаю, что доеду Там где-то Часов в 6 вечера Буду На запад Всегда Ехать Легче, чем на восток Потому что Ты едешь вместе с солнцем Так По поводу коробки передач Многие писали Ребят, что Типа Вот когда Вот в таком ракурсе И вы видите Как я переключаю передачи Вот так Вас чуть-чуть поверну Значит Я не пользуюсь Сцеплением Как видите Да, сцеплением Я не пользуюсь Только лишь Педалью газа То есть Машина доходит До нужных оборотов Поднимаю ногу С газа Происходит Переключение Это половинки Когда Следующую передачу Опять же Поднимаю ногу С газа И быстренько Попадаю В то нужную передачу То число Которое мне нужно Все Ну а с половинками Очень легко Как бы Тут сложно Это объяснить Вот так вот На двух словах То есть Вы должны догнать Скорость До нужных оборотов В тот момент Когда Встречают Эти звездочки Так что Когда вы можете Беспрепятственно Передачу достать И всунуть В следующую Либо наоборот На пониженную Вот и все Это просто Со временем Когда вы начинаете Работать Со временем У вас получится Вот сейчас Вот мы на высоких Допустим Я чуть-чуть Приторможу И мне нужно Пойти на Следующую На пониженную Значит Включаю пониженную И переключился Опять на повышенную Ну в общем Здесь в принципе Ничего так сложного Нету Но нужно привыкнуть Сцепление Я пользуюсь Только тогда Когда мне Нужно Тронуться С места И все На первой передаче А если на маленьком Бугорочке Стоишь Скатываешься То можно Вообще Отпустить Все педали Дождаться Пока машина Наберет скорость Там Хотя бы Один-два Километра в час И уже Можно Воткнуть Передачу Вот таким образом Насколько я знаю Это получается Из-за того Что В коробке передач Стоят синхронизаторы Коробка передач Итан 18 скоростей А передаточное число мостов Потому что тоже Многие спрашивали Я не помню Говорил ли я Или не говорил Передаточное число мостов 3.25 Скажем так Не самые Тяжеловесные И не самые Легковесные Такие стандартные Хорошие мосты И в горы У меня с моими Лошадиными силами С моим мотором Легко идти И по прямой Тоже Очень классно То есть я еду Когда 115 км в час Мои обороты На тахометре Не больше 14 Не больше 1400 Чуть-чуть меньше Там 1300 Может не знаю 80 Выставляем круиз И все И поперли По прямой Легко Легко Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конкретно легковушка, либо трак еще непонятно Но я думаю, что легковушка, потому что если бы горел грузовик, я думаю, что побольше дыма было бы Ужасно неприятно, конечно, печально Сейчас мы с вами подъедем Вот только-только, походу, это все случилось, потому что даже пробки нету И полицейский только мимо меня недавно проехал Даже он не с мигалками ехал, просто ехал Увидел, что такое вот случилось по дороге И остановился, естественно, сразу И сейчас пока, походу, мы еще все объезжаем Возможно, если сильнее огонь разгорится, возможно, что он даже остановит движение И не разрешит нам проезжать Ой, горит там очень сильно Уже полицейский, видимо, владельца машины отводит в сторону Как-то нам надо, ребята, здесь очень быстро и аккуратно проехать Я надеюсь, ничего не рванет здесь Машина Ох ты, ё-моё Прикиньте, прямо как я проезжал, что-то все-таки там рвануло Немножечко Жалко, жалко, что так случается Так вот, ехал-ехал, и что-то случилось У человека Значит, преодолел я половину Чуть меньше половины То, что я хотел преодолеть Пора время пообедать Значит, остановился покушать Сейчас сходил на заправку Разогрел свою еду И сейчас будем делать вот такой небольшой салатик Значит, я не знаю Мне кажется, мне кажется, лично Это скучно снимать про еду и так далее Типа, мы же здесь дальнобойщики Хотя, не знаю, но вы же просите Ну вот я и снимаю Значит, тут у меня пюре И вот эта вот подливка с говядиной Немножечко оно такой сок пустило Я ложкой перемешивал Понятно, что это не домашние условия Все в одной посуде У меня нет возможности Как говорится, все это Как-то делить по тарелкам там и так далее Правильно? Значит, дальше Вот эту крышечку буду использовать Как тарелочку для Как для тарелочку для сыра Моцарелла Я же рассказывал, что он у меня порезанный А хотя здесь нож не нужен Здесь уже все уже для меня сделано Значит, сыр уже порезанный Его только осталось открыть Походу, еще это у меня займет какое-то время Короче, не будем мучиться Сделаем, как это изначально было запланировано Представляете, насколько хорошая упаковка Что я не могу справиться с ней Опа Что-то у нас Вскрыли нашу моцареллу И вот так вот Раз кусочками Раз кусочками Ай, как Я уже даже предвижу Вкус моцареллочки Ну, я думаю, что вот как раз Половину мы Осилим Сейчас Следующую половину завтра Само то, правильно? Значит, кладем моцареллу обратно Открываем помидоры Такие маленькие помидорки Черри Вот получается у нас Вот такой вот обед Значит, картошка Пюре Говядина с подливой Сыр моцарелла И помидорчики Приятного аппетита А на десерт Вот взял вот такой вот Круассан Получается с сыром И там у меня стоит Чашечка горячего кофе Значит, когда я это покушаю Поеду И есть у меня для вас Одна интересная тема Которую я хотел бы обсудить Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я отобедал Что-то погода такая с утра И по самый По самый сегодняшний сейчас момент Такая погода, знаете Вроде на улице тепло Даже я бы сказал бы жарко Сейчас на улице плюс 20 градусов А то и больше И на минуточку я вам напомню Что сегодня 24 ноября Через 5-6 дней Уже начнется как бы Ну, зима Ну, мы с вами находимся на юге Сейчас это город Эль-Пасо Я вас сейчас как раз прокачу По Эль-Пасо Я это делал уже неоднократно Ну, просто здесь, скажем так Больше особо и снимать нечего Такая, как бы, просто дорога ровная Без практически, без всяких там Супер изгибов там и так далее И этот Идешь, нет, мужик Ладно, как хочешь Я ему поморгал, что я его пропускаю Он А он пропускает меня Значит Я говорю, особо и снимать там по дороге нечего Вот Поэтому я, как обычно, показываю город Эль-Пасо И темой нашего сегодняшнего разговора, ребят Станет, наверное, иммиграция Или миграция Иммиграция В общем Переезд Просто я, насколько я понимаю Что в последнее время Эта тема, ну, прямо, ну, очень сейчас Актуальна На сегодняшний день Значит, почему я решил Как бы Поговорить на эту тему Потому что, во-первых, вы очень много мне об этом пишете Ну, постоянно Прям, ну, очень много Действительно, друзья Вам, может, это не кажется странным Но я вам действительно говорю Постоянно Дима, ну, как переехать? Как помоги там То, сё Третье Как получить грин-карту? А как устроиться на работу? И самый, ещё самый важный вопрос Главный Подскажи какую-нибудь компанию Которая присылает вызов на работу Чтобы я приехал и устроился дальнобойщиком Я, наверное, вам скажу Откуда это всё взялось Раньше Я помню, очень давно Ещё, когда я маленьким был Я не помню, откуда Эта информация у меня Но я слышал о том Что когда-то На работу Брали дальнобойщиков Но это была, друзья По-моему, это была Канада Вот Но уж никак не США То есть в США Своих дальнобойщиков Прут пруди И сразу же На этот вопрос, ребята Чтобы какая-либо компания Выслала вам приглашение На работу И устроила вас Дальнобойщиком В Америке Так как это очень востребованная профессия Да, это востребованная профессия В США Но Не настолько Чтобы приглашать Из-за рубежа иммигрантов Работать на этой должности Поэтому Я просто вас Очень сильно прошу Вслушайтесь в это И максимально Передайте вашим друзьям Знакомым Кто будет об этом спрашивать Нету ни одной компании Это стопроцентная информация Нету ни одной компании Ни одного работодателя Который Сделает вам в Америку Приглашение Для того Чтобы вы работали здесь С водителем Дальнобойщиком Потому что я знаю Есть очень много Всяких мошеннических Компаний Организаций Которые Делают на этом деньги Обманывают ребят Мы отправляем Мы делаем на работу Приглашение Потому что сейчас Очень тяжелая ситуация Во всем мире Во всем И В странах СНГ И в странах И даже Европы И в странах Южном Там Азии И в странах Южных Каких-то И так далее В каждой стороне Сейчас Очень тяжелое время В связи с этими Ковидами Блин С долбанами И так далее И так далее Сейчас все просто Мечтают о том Чтобы куда-нибудь Досвалить Естественно Ну так как вы смотрите И меня И я с вами Сейчас общаюсь Многие пишут мне Про Америку Ребят Друзья И мошенники На этом тоже Нагреваются Они делают вид Что они якобы Вас сюда пригласят Потом собирают Какие-то деньги С вас Якобы на открытие Визы Там и так далее И все И пропадают Это неправда Еще раз повторяю В Америку Попасть По рабочей визе Дальнобойщикам Невозможно Сто процентов Нельзя Все Забыли эту тему Если Вы так мне пишете Что Дима Как попасть в Америку Друзья Давайте пожалуйста Начнем по порядку Обрабатывать все Легальные Способы Я сейчас говорю Про легальные Способы И легальные Основания Для миграции В первую очередь Я не иммиграционный Адвокат Я не занимаюсь Иммиграцией Я не помогаю В иммиграции Свою номер Я не даю И писать мне По этому поводу Не надо Сейчас я отвечаю Просто лишь потому Что очень много Запросов У меня в личку И я хочу Немножко осветить Эту ситуацию Чтобы вы Имели представление Если вы хотите Попасть в Америку Так и нужно Писать В гугл Поиски Как попасть в Америку Но я вам расскажу То что знаю я Значит друзья Попасть в Америку Можно Путем легальной Иммиграции Есть несколько вариантов Допустим Воссоединение С семьей Так бывает Что ваши родственники Здесь находятся Ближайшие Мама Папа Жена Или так далее Вы Воссоединяйтесь С семьей Второй путь По свадьбе Допустим Я знаю Много случаев Когда девушки Разных стран Где-то на сайтах Знакомятся с Не обязательно Чтобы это был Там прям Чистейший Американец Это может быть Мексиканец Может быть Белорус Может быть Русский Но у него есть Гражданство Американское Они знакомятся По интернету Влюбляются Встречаются Потом женятся И таким образом Переезжают Это касается Не только девушек Парни Таким же способом Тоже находят Себе женщин С американским Гражданством И сюда переезжают Это вполне легально Дальше Легальный способ Выиграть Грин карту Друзья В каждой стране Где бы вы ни находились В интернете Пишите в поиске Лотерея Грин карт Вам выдаст Все нужные ссылки Заполняете Эту грин карту Это бесплатно И играете К сожалению Шанс выиграть Там мал Но он есть Люди выигрывают Люди приезжают По грин картам И так далее С целыми семьями И так далее В любом из этих случаев Которые я вам Перечислил Вы приезжаете Вы получаете Зеленую карту То есть Вид на жительство Автоматически Вы получаете Разрешение На работу И вы живете Здесь в легальном Статусе И через какое-то Время Вы Можете Подаваться На гражданство Также еще имеются Бизнес визы Есть Есть рабочие визы Это правда Но рабочие визы Касаются только Супер Мега Узко Специализации Ребята Такие как Очень серьезные Программисты Прям Очень Просто так Если вы там Тестировщик Скорее всего Вряд ли вам Дадут такую визу Но смотря опять же Если там Фейсбук за вас поручится Или там Гугл какой-нибудь Или Ютуб Сделает вам Приглашение Тогда да Но я еще раз Объясняю Только не дальнобойщикам Может быть Это Быть Программист Это может быть Ученый Это может Какой-нибудь Исследователь В какой-то области И так далее И так далее Я слышал о таких визах Как Визы Ой боюсь я правильно Интеллектуально Интеллектуально Визы Что ли Как-то так В общем Допустим Автор Ютуб канала К примеру Да я Живу В Белоруссии И у меня Вот канал Такого масштаба Как сейчас Здесь Я подаю визу И вот так как Я ютубер Да я Допустим Я хочу Лететь в Америку Снимать контент Это не туристическая виза Так она Вот у нее есть Там какое-то название Я забыл Вылетело из головы Друзья Извиняюсь Это те визы Это Это миграционные визы Есть не иммиграционные визы Вот это как раз таки Вот сейчас было Это не иммиграционная виза Дальше есть просто Туристическая виза Не иммиграционная Есть Визы там Когда ты спортсмен Летишь на соревнования Есть визы там Короче много всяких Способов и возможностей И какой лично вам подойдет Я не знаю Вам нужно это изучать Смотреть в интернете И так далее Потому что я этим плотно Не занимался Еще раз объясняю Я не иммиграционный адвокат И иммиграцией я не занимаюсь Ну Еще есть такой вариант Это Убеж Беженцы Беженцы Насколько я понимаю Бывают разных типов По вере Допустим Вы Исповедует Ну Придерживаетесь Какой-то вере Там Вы протестант Или вы там Адвентист Седьмого дня Или я не знаю Ягова Там Или Честно ребят Я не верующий Я не знаю всех этих подвидов Там Вы христианин Или католик Или баптист Или еще кто-либо Вот по вере Я знаю Точно Бывают беженцы Я знаю Что бывают беженцы По политическому убежищу Допустим Если что-то Угрожает Жизни И здоровью Того человека И его семье К примеру В той стране Где он жил Он может попросить Политическое убежище К примеру В Соединенных Штатах Но Это более сложные пути Потому что политическое Ну Сами поймите Это все суды Это время И так далее Но Так как И Легальные способы По поводу Там Гринкард Воссоединение И так далее Если вам Дают Политическое убежище Это автоматически Означает о том Что вам дадут Разрешение На работу То есть Вы сможете Здесь официально Работать Платить налоги Открывать Свою компанию И Вот тогда Вы сможете Работать на траке Но еще раз Объясняю Что это Это гораздо Самый сложный Путь Но уже У некоторых людей Не остается Других возможностей И они прибегают Вот к такому Методу И способу И Если Кто-то из вас Уже догадался И понял Почему я Именно эту тему Начал Именно в этом месте В городе Иль-Пасо Это молодцы А если Не поняли Я Так Краем Как говорится Приблизительно Намекнуло Откройте карту Посмотрите Где находится Иль-Пасо Иль-Пасо Он стоит На границе Двух государств Мексика И Соединенные Штаты То есть Вот сейчас Я подъехал К городу Иль-Пасо Буквально Через Там Пару минут Да Мы Подберемся К центру Городу И Из моего окна Будет Видна Мексиканская Граница То есть Я максимально Буду близко К ней Проезжать Максимально Близко На расстоянии Грубо говоря Вытянутой руки И дальше Весь мой путь До самого Сан-Диего Он будет идти Вдоль Границы То есть Где-то я буду Чуть дальше Отдаляться Где-то буду Приближаться На Опять же На расстояние Вытянутой руки И ехать вдоль Длинного И высокого Забора То есть Следующие Два дня Моего Путешествия По Америке Они все Пройдут вдоль Мексиканской Границы Надеюсь Я намек Правильно Сделал И вы понимаете О чем я говорю Потому что Я еще раз повторюсь Я ничего не боюсь Но пропагандировать Какие-то нелегальные Способы Попасть В страну Я этим Не занимаюсь Очень много Информации Сейчас на Ютубе Прямо Очень много Просто Потратьте Немножечко Времени И вы Соберете Очень много Информации Там Каким Способом Вы можете Поменять Свою жизнь И сдвинуть Что-то С мертвой Точки Ну вот Мы как раз Такие Подбираемся К этому месту Где Самое Ближайшее Место Именно в этом Городе В Эль-Пасо Где Мексика Скажем так Рукой Подать Вот там Где уже Горы По прямой Видны Это уже Ребята Мексика Сейчас мы Повернем Направо И вдоль Будем там Проедем Немножечко Сейчас получается С левой Ну как бы Там где горы Были То Мексика Вон там Где по прямой На возвышенности Там тоже Мексика Там сейчас Доедем До поворота Такого 45 градусов На Или нет Сколько 90 градусов Направо Повернем И все И поедем Уже Чуть-чуть Дальше Будем Удаляться Вот А кто Не понял Намека Чем я Имел Ввиду Совсем Отчаявшиеся Ребята Они Просто Едут В Мексику Так как Мексика Это безвизовая Страна Ну скажем Так Она Визовая Только По-моему Там Ну визу Короче Там Нет проблем Получить Ты Прилетаешь Да и все И это Соседнее Государство Которое Граничится Соединенными Штатами Ну и Вот Всякими Возможными Невозможными Способами Люди Пытаются Переходят Переезжают Перепрыгивают Проползают Переплывают Ну в общем Я понимаю Я это не пропагандирую Еще раз говорю Я не говорю Что вам надо Это делать И так далее Я просто говорю О том Что Есть миллион Разных Возможностей Которые надо Просто Изучить И понять Что для вас Действительно Нужно И что для вас Лучше Однажды у меня Ситуация была В этом городе Только я ехал Из Калифорнии Ну в обратную сторону На восток Ехал Сейчас я еду На запад А тогда я ехал Как раз таки На восток И вот Именно здесь В Альпасу Помню Прям в центре города Вот Практически мы сейчас В центре Еще ремонт был Много лет Ремонт был Там дороги Не было Ни обочин Ничего Я так еще Заезжал В такое время Когда Самая движуха И у меня Перетерся Главный шланг Воздушный На Между траком И прицепом И начал выходить Воздух Ну там Давление Очень высокое Ну естественно Воздух За мгновение То есть я буквально Только услышал Шипение И через буквально Через 10 секунд У меня уже Машина остановилась Ну потому что Воздух выходит И Тормоза блокируются Естественно Все заблокировалось Машина Все тормоза И я не могу Тронуться с места Я еще в этот момент Начал перестраиваться Вправо И тем самым Перекрыл Получается Две полосы Из там По-моему Из трех Существующих Ой-ой-ой Как же было Неприятно Такая пробка За мной Собралась В общем Пару минут Я там Сначала не понял Где Откуда Чего Растерялся Такая паника У меня была Вот Мы тогда еще С моей супругой Ехали вместе Это Начало Моего дальнобоя Скажем так Было Вот И И Она тоже Растеряна Я растерян Как бы Не только за себя Но еще и за нее Как бы ответственность Несу Что делать Там народ сигналит Народу ехать надо Там пробка Громадная Собирается за нами Ну представьте Три полосы Вот такой вот Магистрали Две из них Я перекрыл И не туда И не сюда Ё-моё Короче Я давай Искать Бегать В чем же Проблема Что случилось В общем Нашел Что этот шланг Воздушный Перетерся В одном месте И Очень сильно Выходил воздух Вот Ну у меня Особо никаких Там инструментов Не было С собой ничего И ну и как обычно Изолента Ребята Изолента Спасла Вы представляете Значит У меня оставалось Изоленты Там правда Не так много Там буквально Не знаю Последние Там пару Мотков В общем Все что смог Я Замотал В общем Этот Протертость На шланге В несколько Слоев Там прям Так прочно Замотал Что Ну я думал Что прочно Естественно Когда я завел Машину Эта изолента Начала Как воздушный Шарик Надуваться То есть Она еще Сдерживала Воздух Но буквально На 5-10 секунд Я понял Что времени Терять нельзя Сейчас я прервусь Вот как раз Вот Все С левой стороны Вот руку Вытягиваешь И вот там Мексика То есть мы едем Сейчас по этой стороне Это Соединенные Штаты А по левой стороне Вон там Стоит Мексика За тем мостом А как раз Вот эта ситуация Где я рассказываю Сейчас случилось Про воздух Она случилась У меня буквально Вот здесь Вот на этом участке Дороги Только Когда я ехал В обратную сторону Сейчас здесь 4 полосы Есть Обочина И так далее Лет 5 назад Здесь был Жуткий ремонт Как бы Обочины были закрыты Полосы были Всего лишь там Три А то и две В некоторых местах Ну и в общем Я замотал этот шланг Завел машину Пустил воздух И в общем Изолента сдерживала Начала сдерживать Утечку Но ненадолго В общем Мне хватило Скажем так Чтобы воздух накачался Чтобы тормоза Отпустились И чтобы я смог Тронуться с места По крайней мере Хотя бы В одну полосу сместиться А не в двух стоять И тогда я Все таки Доехал Там было по моему Метров 100-150 Оставалось до Конца ремонта работы И я Дотянул До обочины Каким образом Я не знаю В общем Я как только Доехал до обочины Все Изолента не выдержана Лопнула И я опять встал Прямо уже Но уже на обочине То есть по крайней мере Уже люди могли ехать Ох Мне тогда и стыдно было Я такую пробку Насобирал здесь Ё-моё В общем Что сделал Вызвал такси Поехал В общем На стоянку Где кстати Вот только что Откуда мы выехали Где я кушал Потому что это была Ближайшая стоянка Поехал туда Купил новый шланг Ну инструменты Открутить этот шланг И прикрутить обратно У меня были Вот В общем Приехал Поменял этот шланг И поехал дальше Ну вот такая вот Неприятная ситуация У меня случилась Однажды В В этом городе В Эль-Пасо Но Вот Что было То было Что есть То есть Ладно Продолжаем двигаться Так Сейчас подъезжаем К границе штатов Нью-Мексико И Аризона Надеюсь Вам видно Камера передает Что слева Прекрасная там погода Да Солнце И потом превращается В какую-то тучу Вот Понять пока не могу Это Либо это дождь Либо это может Какая-нибудь Песчаная буря Или что Ну ветер Очень сильный Сейчас ветер Встречный И только эти Перекати поля По дороге Летают Надеюсь Пока я вот вам Что-то рассказываю Надеюсь Пробежит где-нибудь Перекати поля На самом деле Когда ты 28 лет Прожил Ну не Не 28 Конечно Я там И в Украине Жил И в Беларуси Ну в общем Короче Когда ты Родился в Беларуси Никогда в жизни Не видел тех Перекати поля То это Забавное зрелище Когда ты Едешь И какие-то Кусты только Крутятся по дороге Я конечно Уже привык Но это я просто Вспоминаю Свои первые ощущения Там лет 6 назад Когда я Впервые Проезжал через штаты Там Аризона Нью-Мексика Вот именно здесь Да Где эти Перекати поля Сильные ветра Поля Пустыни И катаются Эти кусты Туда-сюда Конечно Было забавно А еще Они когда Врезаются В тебя Там постоянно Потом Где-то Повиснут На бампере И едешь Только Приезжаешь На стоянку Смотришь У тебя там Там-там-там Кусты висят Снимаешь Только Вот Ну что Не знаю Вот вам показываю Какая Видите погода Я очень надеюсь Что камера Это Передает Вот прям Насколько Непредсказуемая Здесь погода В плане Вроде солнце Солнце А потом Бабах Смотришь И И какая-то Буря Может начаться Ну Если что-то Похлеще Начнется То Я вам включу И покажу Потом Ну вот В принципе Как я и говорил Начался Дождик Для этих Мест Штат Нью-Мексико Юг Штата Юг Штата Аризоны Для этих Мест Конечно Здесь Дожди Это Не частое Явление Вот Поэтому Ну что ж Дождик И дождик Значит Мы сейчас Слегка Нашу машину Обмоем И поедем Дальше Для нас Это Даже Хорошо Как Под душем Искупаться Дальше 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» и фениксом есть там развилка получается 10 и 8 магистрали где завтра на восьмую сверну вот там есть хорошая стоянка и я на нее направляюсь значит ехать мне осталось около 100 километров где-то часик и вот сейчас вы видите прекраснейший закат такие закаты на западе это это постоянное явление конечно здесь очень красиво мне кажется это самое лучшее вообще каким может быть завершение рабочего дня вот вот таким она мне кажется может быть самое лучшее отработал проехал прекрасно провел как говорится день и вот под такой закатик завершить нашу рабочую смену благополучно добраться до стояночки и отдыхать набираться сил уже на завтрашний день просто обалденно просто кайф в такие моменты понимаешь вообще насколько я не знаю даже что что не надо грустить вот такая вот на жизнь классная состоит из мелочей вроде бы закат вроде работа и так далее а вот так все вместе в совокупности забываешь о каких-то проблемах забываешь о каких-то трудностях и понимаешь что все все решаемо так что вот такие вот дела друзья ну в общем я и буду в принципе прощаться как я и говорил сделаем несколько таких серий разобьем наш рейс на многосерийное кино которое будем выпускать почаще я думаю что вам наверно понравится такое всем пока скоро увидимся и